За моей спиной не случайно находится пиццерия. Именно сюда отправятся наши сегодняшние героини – сестренки Эля и Валя, которые очень любят готовить. А вот чему они хотят научиться, так это стряпать пиццу и угощать ею педагогов и друзей. А поможет им в этом главный повар пиццерии «Романия». Что из этого получится, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Валя. А меня Эля. Очень приятно. Меня зовут Олеся. Я здесь работаю поваром уже 5 лет. Мы хотели бы, чтобы вы нас научили готовить пиццу. Конечно, научу. Для начала я научу вас готовить пиццу. Заготавливается тесто. А заранее заготавливаете? Нет. Тесто заготавливается тогда, когда мы приходим с утра на работу свежее, чтобы нашим посетителям было очень вкусно кушать пиццу. Потому что старое тесто, оно твердеет. Берем тесто. Тесто должно быть уже поднятым. То есть оно не должно быть осядшим. То есть вот берем. Тесто развешивается по 400 грамм. У нас стоят весы. А можно развешивать самой? Да, конечно. Вот весы. Вот тесто. Взвешивай. Дальше берется тесто. Посыпается стол мукой. Стол должен быть всегда чистым. Чтобы к тесту ничего не прилипало. Тесто раскатывается вручную. Скалкой. Мнем тесто. Посыпали стол. Сверху посыпаем тесто. Берем скалку и раскатываем. Просто не катаем, как обычно вот так вот кто-то катает, а просто вытягиваем тесто в круг с обеих сторон. Хотите попробовать? Да. Пожалуйста. Переворачивай. Ты будешь пробовать? Да. Проходи. Чтобы тесто не прилипало, поочередно маленько посыпаем мукой. Чтобы оно было круглое. Да, вот именно как правильно сейчас ты сделала. Что сперва с одной стороны, а потом в другую сторону. А у меня получается? Да. Все отлично. Только постоянно переворачивай его, чтобы форма получилась у тебя круглая. Дальше берем лист. Есть большая пицца. Это вот лист большой. Есть маленькая. Немножко поменьше. Нам сейчас нужна большая. Берем лист. Выкладываем на лист форму. И бока. Не поднимая бортиков, просто лепим бока. Все. Все вручную. Попробуйте. Если не лепится, так же мукой просто ручки, пальчики мучишь, просто лепишь. Желательно, чтобы тесто не рвалось. Прямо так вот снизу поднимай и натягивай его. Дальше, если где-то неровности на поверхности, просто пальчиками берем, прижимаем. Все, чтобы пицца была ровная и аккуратная. Так же ладоним. В зависимости от того, какая пицца, с каким соусом. Берем соус. А какой соус вкуснее? Ну, это на любителя. Либо красный, либо белый. Мне больше нравится с белым соусом. Берется соус. Сейчас будем делать с красным. Соуса берется две ложки. Ложится на пиццу. И просто размазывается сантиметр, не доходя до края. Мажется пицца ложкой и крутится по кругу. О, здравствуйте. Здравствуйте, поварик. Здравствуйте. О, лепатите. Вот, вот. Все. Пицца намазана. Дальше ложится сыр. Сыр раскладывается. Изначально по краям, ровно по соусу. Можете вдвоем встать и раскладывать. А потом остатки в центр. А обязательно в пиццу ложат квадратный сыр или можно треугольный? Нет, ну у нас нарезка делается, только квадратный. В других пиццерях кто-то режет на терке, натирает сыр. У нас только так. А что еще в пиццу ложат? В зависимости от того, какая пицца, мы будем делать сейчас романию. После сыра мы ложим, идет в романию, мясной ассорти. Туда идет 50 грамм сервелат. Это сыровярленный, копченый сервелат. Куриная ветчина и ветчина из свинины. Можете сами. Нарезки уже сделаны, заготовлены. В контейнерах. Завешивайте по 50 грамм. 50 грамм сервелат. Сейчас можешь брать сервелат и выкладывать на пиццу. Раскладываем в разные стороны, чтобы нигде по две штучки не лежало. Илья, иди помогай мне. А что дальше? Дальше взвешиваем куриную ветчину. Точно так же. 50 грамм. Давай вместе? Давай. Хорошо. Взвешиваем дальше ветчину из свинины. Вот в этом контейнере. Точно так же. 50 грамм. Дальше у нас в формате идут помидоры. Помидор идет 150 грамм. Взвешиваем. Все. Теперь наша пицца отправляется в печь. Берите пиццу. Только аккуратно. Пицца готовится при температуре 350 градусов. Чтобы не обжечься, нужно резко пиццу запихать в печь. Все. Закрываем. А сколько минут пиццы готовит? Минут 7-10. Но при этом все равно ее нужно открывать, посмотреть и поворачивать. Чтобы она в других местах не подгорела. Вот, девочки, наша пицца готова. Мы ее достаем. Чтобы нам вытащить пиццу, мы берем тарелку. Большую ставим на стол. Достаем пиццу. Видите, румяная, красивая. И аппетитная. Ставим. Поворачивайтесь ко мне. А это закрываем. Это закрываем, да. Чтобы не обжечься. Берем нож. Пицца маленькая и большая. Режется все на 8 частей. Берем, режем одну. Разрезаем напополам. Для начала. Две. Получается две части. Режем еще раз на четыре. Давайте. Теперь вы пробуйте врезать пиццу. По очереди. А что дальше? Дальше. Берем зелень. Видите? Немножко совсем зелень. И посыпаем пиццу. По всей окружности. Звоним в колокольчик. И отдаем наш заказ. Пицца готова. Все. Сейчас можете идти переодеваться. Будете пробовать свою пиццу, которую вы приготовили своими руками. Хорошо. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Вот ваша пицца, которую вы приготовили своими руками. Готова? Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, приступим? Давайте. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, с чем вы готовили пиццу? Мы готовили пиццу с колбасой, с помидорами, с ветчиной и с курицей. А сколько времени у вас ушло на запекание пиццы? Семь-десять минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пользуется авторитетом среди сверстников своей группы. И очень хорошо владеет навыками компьютерной грамоты. Безусловно, в нашем детском доме созданы все условия для развития детей. Но мы должны понимать, что для гармоничного развития ребенка ему необходима семья. И девочки Эля и Валя – это у нас такие домашние девочки. Они такие рукодельницы, такие ласковые. И поэтому мы бы очень хотели, чтобы у них были мама и папа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно детское желание воплотилось в жизнь. Но вместе с тем мы понимаем, что мечта каждого ребенка из детского дома – обрести семью. Дополнительную информацию о сестренках Эле и Вале вы можете узнать в Каннском детском доме имени Юрия Гагарина или непосредственно в органах опеки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА